Пошуково-выртовальный отрад «Аньол» – первый в Беларуси доброохводший рух по оказанию допомоги у пошуку загубившихся в лесе людей, а так само тех, кто из них без весток. Сегодня в отраде нашего района 56 волонтеров. В этом году отрадом «Аньол» Слуцк-Солигорск было здействовано 10 выездов на пошуки людей. До этого часа протягивается пошук жихара городка Новополески, который 14 липня пошел в лес за ягодами и не вернулся до хаты. С приходом ягод на грибного сезона все больше людей губляются в лесах краины и частей за все до этого приводят уповненность в своих силах, где думают, что они добро ведут лес. Когда кто-либо собирается в лес, необходимо соблюдать определенные правила. Первое – стараться не выходить в лес одному. Но если вы уже собрались, сообщите соседям, родным, близким. Если нет этой возможности, оставьте записку, по которой смогут определить, в каком регионе вы находитесь. Обязательно заранее смотрите, куда вы собираетесь и в какое время вы планируете выйти из леса. И об этом тоже сообщайте или соседям, или близким. Тогда вас будет проще найти. Когда вы выросли почти в лес, необходимо память о некоторых правилах поводин. Один не должен быть яркого колера. С собой обовязково нужно взять каждому человеку и литр воды на сутки и некую дробную ежу. Печенье, шоколад и цукерки. Когда вы уживаете лекарства, так само покласть их в кишеню. Еще добра медь при себе запалкить и запальницу. Да поможет и наявность свистка. Перед выходом обовязково зародить телефон. Чаще всего теряются люди, которые больше всего уверены в себе. Которые говорят, я прожил здесь всю жизнь, я этот лес знаю как своих пять пальцев. Поэтому люди не задумываются, не оставляют никаких для себя ориентиров. Люди, которые редко выходят, я смотрю, иногда с ленточками заходят для того, чтобы определить, каким образом они вернутся назад. А уверены в себе люди, конечно же, ведут себя немножко опрометчиво. Когда вы все-таки сгубились, не турбуйтесь. Одразу телефонуйте по номерам 02-T-112 и еще оставайтесь на одном месте. Так само можно включить геолокацию, сделать скриншот, который нужно отправить тем, кто поедет на ваши пошуки. Продолжение следует...